Сетевые запросы и ответы Это достаточно важная часть жизненного цикла приложения И достаточно важно эту, скажем так, часть жизненного цикла реализовать сразу и хорошо Сегодня мы рассмотрим такие поверхностные часто используемые случаи Вот, собственно, как, когда и зачем это все реализовывается И просто хочу сразу сказать, что вам сейчас достаточно повезло Поскольку механизмы работы с сетью, начиная где-то с iOS 7-8 Были существенно переработаны, доработаны И теперь они достаточно простые и очень удобные Если раньше по большей части использовались сторонние библиотеки Для того, чтобы работать с сетью Потому что, ну, как бы, Apple-овские tools По этому поводу были достаточно тяжелы для понимания, если честно Поэтому использовались в библиотеке Сейчас Apple все это дело допилила И, в принципе, все работает как надо Этим удобно пользоваться И оно достаточно простое и интуитивно понятное Но, как бы, перед этим немножко теории Первое, как бы, с чем в основном мы работаем Это так называемая REST API В чем суть REST API? По сути, REST это сборник того, чего умеет сервер Сервер может уметь выполнять самые разнообразные команды клиента Ну, в зависимости от того, как сервер реализован Он может предоставлять информацию Он может хранить в себе информацию от клиента и так далее и тому подобное То есть, все зависит от ваших конкретных нужд Среди самых частых использований команд REST для сервера Есть такие, как get, put, post, delete Ну, и тут еще написано, он custom params То есть, по сути, все, что вы придумаете, все можно реализовать Ну, к примеру, команда get для сервера Это команда на получение данных Ну, достаточно говорить само за себя Put, команда сохранить данные Post, это отправить что-либо на сервер В основном, с помощью post команд реализуются такие вещи, как авторизация, регистрация То есть, когда вы хотите отправить какие-то данные с клиента Но эти данные не обязательно должны будут храниться на сервере Вот, delete, ну, соответственно, удаление чего-нибудь Ну, к примеру, у вас есть приложение того же eBay или Amazon И вы там, скажем, колупаетесь в своей корзине И вот удалили один из элементов в своей корзине Ну, соответственно, на сервер отправился запрос дали То есть, в базе данных Amazon или eBay эта строчка просто удаляется Ну, на самом деле, это чистейшей воды условности Поскольку бывает такое, что, например, команду delete реализовывают с помощью get-a или post-a даже Ну, к примеру, просто если вы обратитесь по определенному адресу Там, slash delete, то у вас вызовется этот самый delete Но, опять-таки, все зависит от конкретной реализации сервера И чаще всего, если вы работаете с какой-то серверной частью То у этой серверной части должна быть документация Ну, или хотя бы живые разработчики, которых можно прижать к стенке И спросить, как у них все работает и что нужно делать Ну, всякие бывают ситуации И просто надо знать, к кому обращаются К кому обращаться в случае чего То есть, по сути, REST API это интерфейс для вашего приложения Который рассказывает, как вам необходимо общаться с сервером И что будет в итоге при определенных командах Форматы ответов То, что, пожалуй, будет интересовать больше всего Отправить запрос, это, как известно, всего лишь полбибли Необходимо чаще всего получить ответ И этот ответ каким-то образом распарсить И вообще извлечь из него какие-то необходимые для вас данные Чаще всего ответы в двух форматах Это JSON и XML Ну, исключительно по моей практике JSON используется сейчас несколько чаще По той простой причине, что он занимает, по сути, меньше места Ну, то есть, он короче Его запись несколько более понятна Ну, его просто проще читать Пример JSON ответа можно посмотреть здесь То есть, по сути, это строка Которая может содержать в себе определенного рода ключи и их значения Ключи в основном строковые Их значения могут быть абсолютно любые Ну, как бы, что такое JSON? Это JavaScript Object Notation То есть, по сути, это описание объекта В описании объекта мы можем положить, грубо говоря, все, что угодно В абсолютно произвольной вложенности и так далее То есть, вот здесь, например, видно, что вот Hey – это строковый ключ AnUmber – числовой ключ AnObject – это вообще какой-то объект Который состоит из строчки какой-то Какого-то массива И еще какой-то строчки И так далее То есть, ну, все это Дозволяется вкладываться друг другу То есть, достаточно наглядно, достаточно удобно И по большей части понятно Есть также формат XML Ну, он, по крайней мере, исходя из моего опыта Я не говорю, что так и есть, скажем Просто вот из моего опыта От него постепенно начинают отказываться Именно по той простой причине, что он достаточно длинный В плане своей записи Пример XML Вот Точно так же Мы имеем ключ значения Но, тем не менее, у нас есть еще целый ряд параметров У ключа открывающих, закрывающих скобок и так далее То есть, ну, скажем так Не всегда это удобно читать Раз Что? Считывать Парсинг Да, и парсинг неудобный тоже Вот До iOS 7 В iOS SDK была такая веселая штука Как NSXML Parser Вот Если честно, я до сих пор не знаю толком, как им пользоваться Просто потому, что этот парсер делал что-то абсолютно из ряда вон выходящее Как он работал, я не понимаю Я старался всегда использовать какие-то посторонние библиотечки Потому что этим пользоваться было тупо невозможно Вот Сейчас же, как бы, запросы в основном все реализуются автоматически Ну, то есть, грубо говоря, вы прочитали какой-то JSON или XML И он у вас уже автоматически в вашем ответе появляется в качестве dictionary То есть, вам не стоит задумываться по поводу парсинга и всего остального У вас на выходе есть dictionary, из которого вы уже извлекаете всю необходимую вам информацию То есть, достаточно просто Теперь по поводу, собственно говоря, того, как это работает Начиная с iOS 7 Да, кстати, вот я еще раз вспоминаю Вот сейчас я вам говорю насчет iOS 7 Ну, на момент прочтения лекции актуальная версия iOS 10 То есть, в мире Apple все обстоит немножко не так, как в мире Android, к примеру Вот, например, еще есть целый ряд Android-устройств, судя по статистике Которые сидят на версии Android 2.2 Хотя актуальная, если не ошибаюсь, шестая В iOS все обстоит немножко иначе То есть, в основном, актуальная версия операционной системы стоит как минимум на 80% устройств Иными словами, если вы что-то пишете То я бы рекомендовал вам ориентироваться на уже актуальную версию операционной системы А также, ну, на одну, максимум две версии ниже Таким образом, вы всегда будете использовать самые последние передовые технологии И таким образом, вы будете уверены в том, что ваше приложение еще на протяжении хотя бы пары версий iOS Будет работать абсолютно так, как вы на то рассчитываете И вам не придется, скажем, все с нуля переписывать при поддержке этого проекта То есть, не бойтесь использовать самые последние вещи Если вы, скажем, используете самые последние технологии То будьте уверены, как минимум на 80% устройства это будет работать как нужно Вот Это же касается NSURL Session, который был введен начиная с iOS 7 NSURL Session это такой любопытный класс, который, по сути, отвечает за постановку запроса на сервер Получение ответа То есть, в принципе, весь жизненный цикл общения с сервером он нам может предоставить Что он использует? Вот, есть стрелочка Use Он использует так называемый NSURL Session Configuration То есть, это слепки его конфигурации И необходимая как бы для... Ну, в общем, специфика работы с конкретным сервером То есть, может быть, запрос там... Я, конечно, не представляю, как это Но, может быть, запрос, например, отправляется не в UTF-8 строке, а, например, ASKII Вот это все можно задать в NSURL Session Configuration И, как бы, использовать уже при ваших запросах Собственно говоря, что делает NSURL Session NSURL Session создает так называемый NSURL Session Task То есть, задача Почему эта тема рассматривается после Grand Central Dispatch? Потому что, как бы, NSURL Session работает асинхронно Сейчас уже при реализации вы это поймете И вы увидите много знакомых вещей Этот NSURL Session Task Это асинхронный процесс Который отправляет на сервер запрос В формате NSURL Request Получает ответ В формате NSURL Response И вызывает некоторый блок кода Который выполняется по приходу вам уже конечных данных То есть, ну, то, что в Ява Скрипте называется коллбеками У нас просто completion блоки в основном это называется И, как бы, там вы получаете свой ответ Опять-таки, еще раз говорю Это все происходит асинхронно Немножко подробнее про NSURL Session Task Есть несколько сабклассов этого класса В частности, NSURL Session Data Task То есть, если вы хотите пообщаться с сервером С помощью сервера каких-то данных Ну, или, например, вы хотите там загрузить файл Или еще что-нибудь в этом роде NSURL Session Data Task Это как раз вот как бы то, что вам необходимо А, ну, загрузить файл NSURL Session Upload Task То есть, таск, который предназначен И имеет специфику конкретно загрузки файлов на сервер Вот NSURL Session Download Task По-моему, исходя из названия, понятно То есть, скачивание В чем, как бы, выгодно и интересно использовать NSURL Session Task В том, что вы можете этот процесс отменить Вы можете этот процесс возобновить Вы можете этот процесс поставить на паузу Ну, как бы, наверняка Многие из вас использовали всякие Download Manager Включая, например, торренты И вы, как бы, знаете, что торрент можно поставить с скачивания на паузу Можно посмотреть количество там, скажем Уже отправленных, принятых байт и так далее Вот, NSURL Session И, в частности, NSURL Session Task Всю эту информацию вам может предоставить То есть, так же, всякие прогресс, закачки и так далее Вот, вкратце, такая штука Теперь, собственно, к реализации А в качестве реализации Да, ну, хорошо, наверное, садим новый проект Networking Demo Пускай будет Нет, это наш Networking Demo Ну, хорошо, что мы здесь делаем? Давайте, к примеру, с помощью NSURL Session Просто покажем какую-то большую картинку на экране Дабы не особо, скажем, париться с этим делом Так Где наше ImageView? Вот наше ImageView Растянем его на полный рам И сделаем ему асмортфит Сделаем ему аутлет Что мы сделаем дальше? Дальше нам, собственно, необходимо будет скачать какую-то картинку По некоторому адресу Ее отобразить Давайте, как бы, в качестве Ну, поставим сюда, например, индикатор загрузки Пускай это будет серый Нет, пускай это будет большой белый Пускай он будет посредине View А сама аутлет Пускай это в этом случае будет просто черный Так Этому индикатору мы тоже сделаем Аутлет для того, чтобы его переключить вовремя Пускай это у нас будет поздно Так, на методе На методе ViewLiter мы запустим нашу запуску Для начала уведомим об этом индикатор У него есть такой замечательный метод StartAnimating Начать свою анимазу Далее Как у нас действует Наш URL session Давайте это вынесем в отдельный метод Просто, чтобы Код был нескольких красивее Пускай он будет называться LoadImageAsync Для начала, собственно, адрес Адрес Сейчас найду какую-нибудь большую картинку Так, возьми большие Так, надо не очень большую картинку Вот Вот будет наш адрес Так Что мы тут делаем Ага В дальнейшем, как бы, этот адрес, соответственно, мы переводим в URL Ну и дальнейшее Мы должны будем, собственно говоря, создать нашу задачу для запуска Пускай будет просто DataPask ImageLoad1 DataPask 1 2 3 3 4 5 6 6 6 6 6 8 6 7 8 8 9 Так, наш URL и completion handler. Блок, собственно, который будет вызван по завершению загрузки. Давайте на данный момент мы просто поставим минусло. Да. Это признак того, что оно может быть нилом. Есть, скажем, non-null, это признак того, что эта переменная не может быть ни в коем случае нилом. То есть, ну, скажем так, избавляет вас от лишних проверок. Это типа option? Да, вот. На самом деле, да, в точку, поскольку эти вещи были введены после свифта и после того, как всем понравилась IDS optional. Итак, немножко разберемся. А, и последнее, конечно. Image login task. Что здесь происходит? Сперва мы формируем наш URL, по которому мы хотим обратиться. Мы его сформировали, и мы создаем data task. То есть, задание, которое получит нам просто сырые данные. Для этого мы обращаемся к NSURL session, shared session, к singleton, NSURL session, и вызываем у него метод data task with URL. Там есть целый ряд перегруженных методов этого с таким же названием. Но в данном случае нас интересует тот, который дает в конце еще completion handler. То есть, для того, чтобы мы могли знать, когда это задание завершится и выполнить какой-то определенный код. Вот. В completion handler передается данные, ну, те данные, которые мы получили, а также наш response, ну, ответ сервера. И в случае вдруг чего передается ошибка. Но задание, то есть, NSURL session task создается в восстановленном виде. То есть, нам необходимо запускать его вручную. Вот после того, как мы его создали, мы его запускаем с помощью метода resume. Давайте проверим. А, да, кстати, по поводу блоков, completion handler и так далее. Вы, наверное, заметили, что здесь есть, как бы, целая куча разных символов, вроде вот этой вот галочки сверху и так далее. Никто не будет бить вас по рукам и по лицу, если вы вдруг забудете, как это все пишется. Вот. Поэтому рекомендую обратить внимание, ну, то есть, не одни вы забываете, как это все пишется, это нормально. Именно благодаря очень замечательному и восхитительному синтаксису блока в Objective-C существует такой сайт. FuckingBlockSyntax. Да, то есть, как вы понимаете, проблема достаточно распространена, раз есть такой сайт. Вот. Как здесь, как объявлять блоки, здесь вот подробно расписано. То есть, самое часто используемое, если вы кодите на свифте, это fuckingSwiftBlockSyntax. То же самое. Просто помните, если вас это будет раздражать, есть сайт fuckingBlockSyntax. Вот. Так. Запустим, посмотрим. Ну, в данном случае мы эту картинку не увидим. Так. Ага. Ну да. Вот наше приложение точно. Итак, наше финиш выполнено или нет? Ну, наше финиш пока что не выполнено. А, ну да. Разумеется, мы же не вызвали этот метод. Итак, вот наша картинка загрузилась. Давайте посмотрим, какой здесь error. Ну да. UpTransportSypurity. Само собой. Хорошо. Откроем предыдущий. Так. UpTransportSypurity. И вот сейчас точно все будет хорошо. Итак. Ошибка ниловая. Иными словами, у нас нет ошибки. Все прошло гладко. У нас пришел некоторый response, который мы можем распечатать и посмотреть, как он выглядит. URL, статус 200. Статус 200 – это значит, что все прошло хорошо. Вот. Кэш-контрол. Количество байт. Изображение. Дата последнего изменения и так далее. Ну, то есть, та шапка ответа, которую присылает нам сервер. И, собственно, наши данные. О, какие-то там наши данные. Они пришли. Здорово. Предполагаем, что нам пришла картинка. Что мы должны сделать? Мы должны, собственно, эту картинку отобразить. Однако, прежде чем отображать эту картинку, я хочу заострить ваше внимание на одном таком очень интересном, но не совсем очевидном моменте. Если вы работаете с каким-то асинхронным кодом, и вам необходимо в этом асинхронном коде изменять пользовательский интерфейс, это необходимо делать всегда в плавном потоке. То есть, если вы не уверены в том, что, например, вот этот вот completion handler вызовется в главном потоке, то просто перейдите в главный поток и только тогда изменяйте интерфейс. Посмотреть, в каком потоке вызвался ваш completion handler, достаточно просто. Когда вы запускаете, когда у вас переходит breakpoint, у вас есть третья справа вкладочка в эксходе. Вот левая панель, третья справа вкладочка. Здесь у вас показаны потоки. В данном случае мы остановились в некотором потоке номер 3. Главный же поток, это поток номер 1. Поэтому, смотрите, наш completion handler вызвался не в главном потоке. Рекомендую за этим следить. То есть, BNS URL Session, он просто запускает асинхронный кендлер и переходить или не переходить в главный поток уже зависит на ваших ключах. Поэтому, для того, чтобы изменить пользовательский интерфейс и не было никаких проблем, мы переходим в главный поток. Испачкаем U и вызываем еще один блок. Ну, давайте перед тем, как мы перейдем в главный поток, мы все-таки сформируем наш UiImage. 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 И это наша примерная дата. Сколько мы будем использовать в блоге, делаем индикатор блок. И теперь selfUiImage. UiImage равно UiImage. Присвоили картинку. И, пожалуй, уберем индикатор. selfUiImage. Уберем индикатор. StopUiImage. Посмотрим, что получится. Прекрасно. Все загрузилось. Картинка установилась. Все в порядке. Так работают NSURL-сession-таски. То есть достаточно несложно, достаточно прозрачно. И, что самое главное, это достаточно удобно дебажить. Можно питаться? Да, конечно. У нас есть индикатор NSURL-сession. И обвинется к вашему. И что у нас делает таски? Ты не видишь. Отправляемые таски похожи на таски. И запускается смеха, где-нибудь проходит? Чем? Да. В нема. Вот. То есть в чем и прикол таска? В том, что он асинхронный. Но как бы насчет потоков и всего остального хотелось бы еще раз сказать. мы все привыкли говорить слово поток, но в контексте ИОСа это не совсем так. У вас на самом деле совершенно нет в руках инструмента, который создал бы для вас отдельный поток. Гарантированно. То есть созданием и распределением задач по потокам занимается исключительно ядро операционной системы. Ну, или в частности ИОМОДУЛИ. Ваш в вашем распоряжении создание очередей. Вот. Но, скажем так, асинхронные запросы вы можете выполнить в разных очередях. И в таком случае они будут выполнены независимо и асинхронно друг от друга. Вот. В данном случае у NSURL сешена есть своя очередь. В эту очередь он кидает дата-таски и они выполняются асинхронно друг относить на друга. Вот. То есть у него есть отдельный поток. Точнее отдельная своя отдельная очередь. Но как это все будет в конечном итоге разбито на потоке решает операционная система. Вот. В принципе конечно всякого рода олдфаги могут негодовать по поводу того, что слишком много остается на операционную систему. Но как показывает практика в этом нет абсолютно ничего плохого поскольку ну по крайней мере на моей памяти такой инструмент распределения ни капли не давал в себе сомневаться. То есть в принципе все работало так как нужно. Поэтому даже если вы как бы понимаете что вы на самом деле не имеете права создать поток то все абсолютно в порядке если ваша задача выходит за какие-то скажем рамки которые определила операционная система ваш поток будет создан либо вы будете перемещены ваша очередь будет перемещена в другой поток или еще что-нибудь в этом роде. Но это никак не отразится на самом факте асинхронности выполнения задачи. Ну вот примерно как-то так. Так То есть в данном случае мы создали некоторую задачу которая нам подтянула некоторые данные по URL. В принципе все достаточно просто прозаично и есть ли у кого еще вопросы по этой штуке? По JSON будем? Да в JSON будем но конкретно по этой штуке. Хорошо. Итак JSON Какой у нас может быть JSON? Давайте просто возьмем поичим. Есть хорошая программа постмейт называем даже не используешь или нет JSON есть содержиме есть другие очень интересные программы и о них я сегодня тоже поговорю. так так сейчас у него вообще есть метод старт? Не у него есть только метод резюм да ну то есть а резюм suspend и стоп ну стоп точнее cancel не стоп а cancel приостановить так cancel это собственно говоря отменить так 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 Так, давайте посмотрим, где можно без логина, без ничего просто получить джейсон ответ чего-либо. Да ну ладно, так, джейсон-респонс-экземпл. Ладно. Здесь есть просто пустой текст. Всё. Ну пожалуйста. Ладно, поступим немножко иначе. Создадим джейсон. Сколько никто не хочет с нами делиться бесплатной информацией. Просто все очень жадные. Да, мы сейчас просто сделаем джейсон файл и выложим его на сервер, например на xua и просто к нему обратимся. Так. Сохраняем. Так. Наш сэнпл. Тейсон будет по ссылочке. Да, нормально. Я думаю, сейчас мы еще раз перепроверим эту ссылочку. Да, даже вот так. Отлично. То есть у нас есть некоторый сервер, который, неважно откуда он взялся, он дает нам JSON ответ. Супер. То, что нам нужно. Создадим до этого новый метод. JSON response. Значит, это наш URL. И создадим для него. Вот. Это лепо-пост. Это лепо-пост. Сейчас лепо-пост. Сам постав. Justy-сампост. Хорошо. Те, это так, наверное, пасху сделала. Ладно, пускай это будет дата пасху, не суть важна. Вот, по сути важно то, что произойдет на клинт. Давайте мы здесь поставим breakpoint, напишем finish, поставим breakpoint. Снимем. Так. А, много. Заключили. Итак, у нас нет ошибки, значит все в принципе в порядке. Наши данные, как вы видите, загрузились. Наш ответ тоже есть. Теперь, то есть мы получили в данном случае данные сервера. Эти данные мы можем каком-то преобразовать в dictionary. Наши данные. Наши данные. 15 секунд. И вот так. Существует замечательный класс NSJSense Realsation. Он переводит данные из NSData в NSDictionary. Итак, вот наш замечательный Dictionary, который пришел с сервера. Точнее, наш JSON, который мы перевели в Dictionary. В дальнейшем мы можем абсолютно спокойно его использовать как нам нужно. То есть, все наши данные уже будут лежать в удобоваримом для нас формате. Но, тем не менее, хотелось бы обратиться к нашему Google и посмотреть, какой же там метод для создания паспи. Там точно была встроенная сериализация. Ну, в общем, насчет встроенной сериализации надо будет еще почитать. Но она была. Пока в данном случае можно обойтись без нее. Мы подтянули данные, мы эти данные перевели из просто данных в наш NSDictionary. То есть, вот вуаля, 90% запросов, которые вы будете делать на сервере, они будут делаться именно вот в таком виде. Ну, хорошо, давайте отдельно. Давайте просто сделаем так. Так, выведем в JSON-Dictionary. Так, menu. Потом Items. Ну, а, menu. Ну, да, menu items. Вот они, наши items. То есть, да, в дальнейшем вы работаете как необходимо. Если вы хотите какой-то специфический item, то, скорее всего, ну, то есть, как вы видите, это, скорее всего, массив. То есть, в JSON-Dictionary есть еще один дикшенарий items. Или еще один дикшенарий меню, а потом дикшенарий есть items. Давайте на оригинал посмотрим. Вот есть меню. Меню – это, очевидно, дикшенарий, поскольку тут есть разные ключи. А items – это массив, поскольку здесь стоит квадратная скобочка. Видите? Вот, соответственно, мы легко предполагаем, что это массив. И выводим, например, items, ну, пускай будет First Object, да? Ну, самый первый. Самый первый – это у нас будет id open. Это будет тоже дикшенарий. Да, вот он наш id open. То есть, ну, как бы работать с этим достаточно просто. Ну, как бы, если вы на Swift работаете, то, в принципе, там это делается чуть-чуть по-другому, но в целом, как бы, общая структура кода одинаковая. Но, тем не менее, в Objective-C есть небольшой нюанс. Здесь принято в completion handler отправлять ошибку. То есть, ну, вот, например, NSRO. В Swift, часто вот в Swift-овых библиотеках, например, в том же самом Alamo Fire, он любит выбрасывать исключения. То есть, если ваш метод выбрасывает исключения вместо возврата в completion handler и ошибки, то, соответственно, надо через try-catch это исключение обрабатывать. Ну, как бы, все зависит от конкретной реализации. Здесь же, по-хорошему, мы должны будем сделать вот так. Если не error, то есть, если у нас нет ошибки, то мы двигаемся дальше. Да, то есть, Alamo Fire, он, ну, он выбрасывает исключения. 50 на 50. Но, все-таки, скорее, больше, если Swift, то Alamo Fire. Если Objective-C, то я все-таки предпочитаю на SQL Session. Просто, как бы, ну, не знаю, субъективно мне удобно. Для того, чтобы сделать вот прям-таки полную обработку всех ошибок, мы должны будем сделать вот так. То есть, у нас еще есть ошибка сериализации. То есть, вдруг мы просто обыкновенный текстовый файл пытаемся перевести в JSON. Но, по понятным причинам, этого не произойдет. Ах... 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 Вот, ну, массивы-массивы, само собой. Да, то есть... А что за параметры, которые делают? Общий, сфотографированный запрос. Здесь? Ага. Здесь есть параметры JSON сериализации. Среди параметров можно выделить следующее. Первое, это NS JSON reading mutable containers. То есть, ваши контейнеры вместо, ну, насколько я помню, вместо NS dictionary будут возвращаться как NS mutable dictionary. Вот. Mutable leaves, это ваши значения будут возвращаться как мутабельные. А HelloFragments, вот, честно говоря, я не помню конкретно, за что он отвечает. Нужно глянуть в хелпе. Но он пару раз спасал, когда JSON приходил не полностью. То есть, вот... Да, то он, да, то он, по ходу, распознает ровно столько, сколько у него получится. Вот. Ну, поэтому... А еще эти сфотографии можно использовать в пенсии? Да, это делается вот так. То есть, берется вот это вот дело в скобки и пишется и NS JSON reading... Пускай будет mutable dx, не знаю. Вот. То есть, это используется через одинарную палочку. Вот, если я не ошибаюсь, у нас как раз вылезла из-за этого какая-то ошибка. Давайте посмотрим. По ней не выглядело. То есть, поэтому мы не распечатываем, потому что у нас не совместится. Да. Вот, теперь все в порядке. Ну, кстати, еще ходят такие вот интересные разговоры по поводу того... Ну, то есть, проверка на нил. То есть, не error и так далее. Ну, можно же писать так, если error не равно нил. Например, как в свифте. Но Objective-C позволяет писать еще вот так. Ну, дальше. Ну, как бы, в Objective-C нет строгой типизации, поэтому да. Но лучше уже привыкать писать так, чтобы, например, когда мы перейдем немножко ближе к свифту, то было гораздо проще переключиться. Все зависит от того, что вы пишете новое. То есть, если это клиентское приложение, которое не выходит за рамки чего-нибудь сверхъестественного, то смело используйте свифт, и все будет в порядке. Что? Если же это... Серьезное комплексное решение? Нет, даже не серьезное комплексное решение, а решение, в котором вам придется лезть в рантайм. То есть, если это будет что-то до ужаса хитрое, то обычно это проще реализовать в Objective-C. То есть, свифт – приятный язык для быстрой разработки наиболее часто используемых вещей. Но именно благодаря тому, что в Objective-C существует очень мощный рантайм, он позволяет реализовать некоторые свои плюшки. То есть, на свифте это все реализовать тоже можно. Просто вопрос, пожалуй, в удобстве. На самом деле, это не совсем так, поскольку вы можете написать... Не очень быстро работающий код на свифте и очень быстро работающий код на Objective-C. То есть, все в основном зависит от вас. Нет, я слышал, что в Objective-C проекте меньше занимает, а в Objective-C и быстрее, как бы, может быть, с властями. Мне казалось, что в Objective-C я слышу уже и быстрее, а тут можно... Но... Все-таки, как бы, все равно, вот это Objective-C, хочешь, 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 все равно... Нет, нет, вот это как раз неправда. То есть, если вы создаете Bridging Helper, например, если у вас какой-то проект, который совмещает в себе код Objective-C и Swift, тогда у вас будут какие-то потери в производительности, обертки и так далее. Но чисто проект на свифте, он не содержит никаких оберток для Objective-C. И в отличие от Objective-C, он будет работать быстрее, поскольку он чисто скомпилирован. То есть, все-таки Objective-C это рантайм. То есть, это биткод, который запускается в специальной среде и так далее. Свифт этого решен, он просто работает и все. То есть, по идее, одинаково правильно написанный код на свифте и Objective-C на свифте будет работать быстрее. Изначально, как бы, на презентации Apple, Apple как раз именно на этом и акцентировала внимание, и именно этим они и гордятся. То есть... Все равно, в принципе, иногда даже без Objective-C есть RDS, RAY или RDS, а ты будет стрим, например. То есть, все равно используются с Objective-C какие-то элементы, так он может быть независимым от Objective-C. Это не элементы Objective-C, это элементы библиотек. Интересно скомпилированно. Да. То есть, это просто, ну, скажем, удобные касты для библиотек, которые используются чаще всего. Ну, именно для того, чтобы было проще мигрировать с одного языка на другой. Но это совершенно не значит, что подтягивается, например, Objective-C RUNTIME. Почему проблемы, когда вот много используются, часто проблемы с свифтовыми проектами, перейти с одного, скопнул свифт 2.0 и стал 2.1, перешли все, куча ошибок. Потому что они поменяли синтаксис. Ну, свифт развивается. И в отличие от, ну, к примеру, если Google, когда развивает Android, они всегда стараются сохранить совместимость со старыми версиями, то Apple обычно наплевать на старые версии. Они делают все по-новому, и если вам приходится конвертировать весь свой проект, их это абсолютно не волнует. То есть, они делают так, как они считают нужным, и все. Вот, если они считают нужным изменить синтаксис, как это вот, собственно, и случилось на свифт 3.0, то, ну, конвертируйте проект. Все. Многие очень любят Objective-C именно за то, что Objective-C уже устоявшийся. Свифт же, ну, он активно развивается. То есть, пройдет еще некоторое время, прежде чем свифт станет, ну, тоже вот устоявшимся, как Objective-C, и там не будет каких-то таких вот очень серьезных перетрубаций, как сейчас происходит. То есть, зачастую поэтому свифт не любят. Но, скажем так, это совершенно не делает его плохим языком или медленным. Просто одно к другому не относится, на самом деле. То есть, как видите, сегодняшняя тема, ну, достаточно простая, но в то же время достаточно нужная. То есть, вот она, база, как создаются запросы. Ну, в частности, с помощью NSURL Session. В интернете гуляет целая армада, я бы даже сказал, библиотек, которая, каждая по-своему хорошая для сетевых запросов. И вы можете использовать абсолютно любую из них, ту, которую посчитаете нужной, удобной и так далее. То есть, никто вас не лимитирует. Но работают они все примерно по одному и тому же принципу. То есть, вы запускаете некоторый запрос, и вам приходит ответ в completion-блоке. Все. То, каким синтаксисом вы конфигурируете параметры запроса, там, выставляете тип запроса и так далее, это уже все зависит от библиотеки. Но, тем не менее, общий принцип работы примерно одинаковый. Вот для JQC, пожалуй, лидирующая библиотека, которая используется для HTTP-запросов, это AF Networking. Но он все равно построен внутри на NSURL Session. Просто это некоторые обертки, которые в некоторых случаях, пожалуй, удобнее использовать. Поэтому, на самом деле, выбор за вами. Но все происходит примерно по одному и тому же сценарию. Вы отправляете запрос, вы получаете ответ, вы его сериализуете. Если это, скажем, какой-нибудь JSON, вы получаете Dictionary, вы с этим Dictionary работаете. Все. То есть, никаких дополнительных тел и движений делать особо не надо. Все просто, все прозаично, все быстро и все эффективно. То есть, на Сентрии может быть вопросов на их документация, как он виден на JSON-PT. Мы ориентируемся на эту документацию, и мы знаем, как читать Dictionary и какие-то данные. Да? Да. Все верно. Ну, хорошо, смотрите. Вот, например, OpenWeatherMap. Вот их документация. Вот, ну, к примеру, вот такой вот. Ага. Хе. Ну, ладно. Пусть. Ну, в общем, по идее, по такому-то запросу, вот, вы должны будете получить вот такой вот JSON-ответ. Вот вам, как бы, типичный пример документации сервера. Ну, на самом деле, опять-таки, каждый делает так, как он считает нужным. Это касается серверных разработчиков. Зачастую все же хорошо, когда есть некоторый универсальный инструмент, когда вы можете, скажем, имея клиент под iOS, вы можете не трогать сервер, написать клиент под Android или под Windows Mobile, и на сервере не придется делать никаких изменений. Вот. Ну, пожалуй, это, скажем, самый идеальный вариант развития событий. Но не все его придерживаются по ряду причин разных. У каждого они свои, там, субъективные, объективные. Это уже зависит от разработчиков. Ну, и бывает действительно так, что запросы с iOS клиента должны выполняться в какой-то одной документации, запросы с Android по другой документации и так далее. Ну, конечно же, я за стандартизацию. Если сервер поменял API, то у вас все перестанет работать. И именно для этого у вас существует обработка ошибок. Потому как, смотрите, например, в нашем респонсе, помимо нашего респонса приходит эррор. Если эррора нет, ну, то есть нет ошибки, мы делаем то, что надо. Но ведь мы всегда можем дописать, как бы, в случае ошибки, мы можем вывести некоторые уведомления о том, что, например, your error was incorrect. или еще целый ряд каких-то сам... Да, то есть в зависимости от того, какая у вас ошибка пришла, то вы обрабатываете. У вас, ну, на самом деле, грамотные серверные разработчики при смене API часто, ну, вот в ответе могут присылать ссылку на, скажем... Ну, во-первых, как бы никто, нормальный человек в здравом уме не будет менять серверное API, не уведомив об этом клиентских, ну, клиентских разработчиков. Это понятно. Но поскольку всякие ситуации бывают, и люди не всегда в здравом уме, то, ну, как бы, желательно делать обработку ошибок. Вот часто бывает, если, к примеру, у вас есть приложение версии 1.0, которое работает со старым серверным API, и вот вы сейчас написали версию 2.0, и серверная API, соответственно, поменялась под вашу версию 2.0, то часто бывает так, что человек, запускающий версию 1.0 приложения и обращающийся к старым серверному API, вместо своего ответа получает ссылку или какой-нибудь текст, типа, обновите, пожалуйста, приложение, поскольку оно устарело. Ну, как бы, это достаточно адекватный вариант. Но, опять-таки, как я уже говорил, все эти вещи, они исключительно зависят от людей, которые все это делают. Ну, блин, это будет тяжело, поскольку картинка достаточно быстро грузится. Но вообще, если вы хотите, скажем, что-то приостановить, то у вас есть json task suspend и у вас есть cancel, ну, то есть полностью отменить. Можно оно слово поставить. Давайте мы просто на x найдем какой-нибудь большой файл. Ну, я даже не знаю. Пускай это будет какой-нибудь дистрибутив Linux. Боже, Linux XP такое, что ли? Ну, два iGo должно быть достаточно. А... Да, я это чуть-чуть... Да, я это чуть-чуть... Так, здесь мы... Здесь мы просто скажем, что мы его закончили, да? И давайте, например, сделаем кнопочку, которую мы можем нажать и остановить. Да? Да. 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 Так, для того чтобы мы смогли это сделать, наш таск должен быть виден повыше. Здесь мы запускаем наш таск. Создаем и мы его запускаем. Здесь мы его с итоге надеваем вверх. И соответственно по кнопке Cancel мы нажимаем на кнопку Cancel. Так, у нас пошла закачка. Давайте, наверное, дождемся, пока он не скучает. Ну, 13 минут, лень ждать. Ну, в общем, если мы нажимаем вот сюда, то наша закачка не завершится никогда, поскольку наш data task был отменен. Еще раз. О, сейчас. Надо вспомнить, честно говоря, как это делается. Если я не ошибаюсь, там был еще один completion блок. О, сейчас. О, сейчас. О, сейчас. О, сейчас. Воноад паск из URL. Вишн тендер. О, секундочку. О, сейчас. О, секунду. О, секунду. О, секунду. О, секунду. О, секунду где-то прогресс блок, кажется. Сейчас мы посмотрим. Пока. Ага, это делается через делегат. Это делается через делегат. Так, ребята, просто сейчас дойдём. Ага, теперь здесь есть. И так, у нас есть методы DataTass. Это, собственно, когда мы получили наш ответ. Получается, здесь у нас будет начинаться закачка. А что ж такое? Ну, вообще, поскольку мы, наверное, хотим это проверить исключительно для закачки нашего большого файла. То есть, пускай это будет, если DataTask равно SelfEqualTask. Только тогда мы чего-то будем проверить. И вот здесь, когда мы в методе, получается, DataTask.GidrasiveData, здесь мы можем посчитать, сколько данных мы уже получили. Давайте сделаем вот так. Ага, это смутable. Так. 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 Мы изначально создадим данные, если они, ну, если данные будут пустые, просто создадим пустой блок с данными, здесь тогда мы начинаем, sell BigFileData, appendData. Давайте здесь вот мы просто выведем, сколько мы уже получили. А, ну да. Спасибо. 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 А может она там redirected этот запас? Надо посмотреть, получить. Да, одну вещь еще стоит сделать. Все-таки делегаты мы объявили, но не присвоили. Поэтому мы создаем свой NSURL session. И в этот свой NSURL session. Зачем? Зачем? Дальше. Ага, ну да. Зачем? Дальше. Так, делегат селф и очередь. Очередь, в которой будут выполняться методы делегата, это будет mainQ. Ну, то есть, главная очередь. В данном случае, вот этот вот session мы выделяем. Теперь все должно с тобой быть. Ну, но почему-то не сработало. Мне тоже, мне тоже что-то кажется, что с URL-ом какие-то проблемы. Просто скупировать к этому усилку. И здесь... Так, здесь я думаю, прямой, 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 сси. Ладно. 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 Он больше и там точно есть прямой, сси. Да, вот это вот КМС. Да не, ничего не началось на самом деле. Да, тут все вроде правильно. Да. Да, тяжело сказать на самом деле, почему оно сейчас не работает. Потому что именно таким образом оно должно работать. Это будет уже наша забота. То есть мы можем дату периодически скидывать на диск, поскольку у нас приходят в методе данные, которые получились за последний раз. Видите, вот просто дата. В данном случае мы эту дату дополняем просто в память, но мы также можем это сбрасывать в файл. Ну то есть просто делать как append файл. Да. Да. В общем, да. Это интересный вопрос. То есть по идее вот эти вот данные, которые придут, а это же придут целые данные большого файла. Если честно, это реально достаточно интересно. Вообще по факту мы можем сделать немножко не так. Так, мы можем просто создать этот таск без completion handler. И таким образом в наш completion handler ничего не придет. Так, но все-таки интересно, почему она не начинает закачивание. Что-то, видимо, идет не так. А, ну теперь оно начало закачивать. Окей. Вот посыпались наши данные. Вот теперь оно качает. Ну, видимо, так и следовало поступить. Так, ну теперь разобрались. То есть, соответственно, зная как бы весь размер файла, ну, прежде чем закачивать, вы можете узнать размер файла, вы можете количество скачанных данных поделить на размер файла и узнать ваш прогресс. Собственно, вот. Как узнать размер? Так. Реал сэшн, дата пасхи, компьютерный город. Сейчас, тут был метод дата. Ага. Ага. Размер контента. Давайте в данном случае просто в процентах. Получается. Продолжение следует. Так. Ну вот, процент он уже скачал. И вот мы заканцелили. И все. Но в данном случае мы можем даже сделать немножко так. Продолжение следует. 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 да на самом деле все примерно так и обстоит то есть всегда бывают какие-то обстоятельства всякое ну в принципе на этом наверно сегодня все а то есть а а а а а а а а Да, есть такая штука Ты даже знаешь Какой это книги Это на самом деле очень правильно Да, ну, в принципе так В общем, да, ребят Спасибо за внимание Вот, сегодня Достаточно Просто, но тем не менее, достаточно Полезная информация Так что, я скину урок Видео скоро будет на ютубе Когда я его перекодирую Все как обычно Да, спасибо, ребят Давайте тогда до понедельника